всем привет не дает нам погода готовить сено видать в этом году совсем плохо будет тверской области сеном дожди каждый день вот все это у нас на 10 августа состояние и старое то что в июне готовили сено уже поплыло начали рулона оседать то есть сверху очень гниют сильно из-за дождей но суть видео не об этом у меня в комментариях по граблям поступил такой вопрос почему у нас так высоко задирает рамку трактор не знаю почему но вот решил заодно снять видео транспортное положение наша игра грабель вот такое вот она то есть трактор вот так в транспортном положении едет с этими граблями вот видно здесь но там может чуть-чуть при опустилась навеска но фактически по земле он вот так вот их везет почему можно сделать чтобы как бы не касалось и и ехать нормально но приходится вот этот винт центральный закручивать чтобы он зад маленько приподнял а так вот сейчас винт почти полностью откручен вот центральный сейчас покажу видно видно вот он отпусть откручен чтобы как бы вот эта часть игра грабель во время сгребания стояла более-менее ровно и было чуть-чуть наклонившие на улицу чтобы грабли сами колеса ровно вставали и чуть-чуть цепляли то есть вот это положение рабочие этих грабель при изгребании навеска у нас обычное ничем и не задирали ничего не ставили вот показываю даже этот заваренные удлинители стоит у нас грабли на нижнем положении то есть они получаются чуть задравшие вот и на верхнем отверстие она ничь вот навеска обычно ничего винт сюда хотел еще что добавить сюда винт желательно поставить от 40 он центральный винт будет длиннее и больше будет вариантов отрегулировать именно положение колес при сгребании а так вот вот транспортная так он ездит и еще на мой взгляд чтобы я сделал то есть но сейчас не знаю не до этого мне но я бы вместо винта бы туда поставил цилиндр цилиндр пойдет мне кажется куновский вот который пойдет не пойдет мне кажется он длинноватый а так 500 или 600 и 600 как бы цилиндр он пойдет место центрального винта и будет нормально у нас кстати здесь покажу какой стоит я не знаю чё и музычный или какой-то вот такой вот поставила вполне достаточно на мой взгляд конечно идеальный вариант это место этого винта поставить как бы гидроцилиндр одну секцию задействовать и как раз было бы а так вот все что имеем я говорю то есть 55 их про моему там 57 что-то с доставкой все пальцы все вот это было все отлично переставляются они в транспортное положение это вот этот палец вытаскивается он не особо и вот эта труба она вот так ворочится поворачивается и выставляется в положение в положение сгибания у нас переставляются вот эти основные то есть одно крыло сюда другой сюда они будут как бы колеса сгребать в середину положение ворожение то есть эти грабли еще могут ворошить то есть переворачивать сино положение ворожение переставляется вот эти пальцы То есть вытаскиваем и переворачиваем полностью Переворачиваем колеса на другую сторону И это крыло, и то И у нас в этом положении уже колеса будут стоять наоборот И они будут переворачивать сено Так что это грабли-ворошилки Колесно-пальцевые, 6,3 там российского производства Те у нас, по-моему, турецкие одно крыло Навесные, прицепные Да, прицепные хорошо, но почему я взял навесные? Вопрос, естественно, конечно, в цене Цена прицепных была 100 тысяч Этих 50 тысяч Но для меня тогда была это значительная сумма Хотя я брал их не торопясь Ну, вот то, что взял Ну, как и сказал, в принципе, меня эти грабли целиком и полностью устраивают Не такие у нас гигантские там объемы сена Чтобы как бы заморачиваться ГВР-6 или еще какие-то Ну, все устраивает А вам уже думать самим То есть кому, чего и как Ну, спасибо, что досмотрели мой ролик до конца Подписки Ну, спасибо Продолжение следует...